Доброе утро! Вот группа, вот стабильная. Было 4, вот осталось 3. Но больше 10 лет. А они вообще долго живущие птицы? 10, 15, 20. Это как и долгожители. Есть кому меньше, покороче, у кого-то побольше. Слушайте, ну выглядит, конечно, абсолютно впечатляюще. Но это какая-то прям... Нет, птеродактиль какой-то. Смотрите, какой у него большой клюв. Крылья расправил. Это еще самый маленький экземпляр. Это маленький? Это самый маленький. У них размах 5 метров вообще крыльев. Вот Марк и Фили, они, ну, в разы. Больше? Можно сказать, больше. Это вы сейчас говорите и про Марка, и про Филиппа. Компаньоны в Ивана, правильно? Коллеги. Коллеги. Коллеги, братья, я уж как семья. Какие трюки умеет делать пеликан, кроме вот красивого, эффектного создания ветра? Вентилятор. Вентилятор, да. Он, банечка вылетает из зала, из зрительного. Почему он? В принципе, они все летающие птицы. В основном даже Филипп и Марк, они любят больше летать, но они тяжелые, они большие. А этот полегче, ведь когда пеликан приземляется, они приземляются на водную гладь и пробегают. А это манеж. И здесь водной глади нет. Да, водной глади нет. И поэтому приходится вот такие обстоятельства, что манечка легкий. Легкий, поэтому он может вылететь прям по команде, как собака, которую можно позвать по команде ко мне. И он по команде ко мне тоже был приятный. По музыкально, да. А как триссируют пеликанов? Вот мне понятно, собаку как там. Зайду. Зайду, да, сахарочек, тут ругнули немножко здесь чуть-чуть там. Повсюду ли все? А пеликаны? Пеликаны, я не знаю, смотрел в галфедоровых, они на прикорм у них идут, даже в работе. У меня прикорм они не берут. И даже в репетицию не берут прикорм. У нас репетиции построены на повторах. Повторяем, повторяем, или за дня в день одно и то же. И они знают даже свою траекторию. Там не шаг вправо, шаг влево уже. Не импровизируют. Не импровизируют, да, не импровизируют. Тогда давайте еще есть один вопрос. Например, когда работают с животными, я представляю, мы разговаривали с дрессировщиками слонов, медведей, тигров. Они берут животное маленького возраста и начинают сначала привыкать, в семье они живут. А как с пеликанами? Вы берете яйцо, вынашиваете, я не знаю, высиживаете, он выклевываясь, проклевываясь из яйца. Считать вас мамой после этого, да. Ну то, что мама, это однозначно. В общем-то, когда мы представляемся, мы даже не дрессировщики, а родители, потому что это дети. Но я птиц предпочитаю брать взрослых уже со своим характером, потому что мелочь, в смысле молодняк, они хуже выживают. Вот, понимаете, вот эту трагедию переживать я пробовала. И все это, да, тяжело, это все пройдено. И я предпочитаю брать взрослых птиц и лучше с ними. Да, Орел, 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 он еще раз показывает, какой он красивый. Вы даже можете к нему сейчас подойти. Я пока побаиваюсь, подождите. Мы сейчас в прекрасном настроении. Посмотрите, увидел продукты. Они, к сожалению, не настоящие. Анечка, Алла-ка, давай. Бросай, бросай, вот так. Бросай по команде. Подождите, а можно я? От меня просто интересно. Давайте посмотрим. Иван, Вань, Вань. Пожалуйста. У нас практически готовый номер. Какая прелесть. Я вообще, можно к нему подойти поближе? Можно. Насколько, как с ним взаимодействовать? Можно ли гладить? Гладить пока лучше не нужно. То есть он должен привыкнуть обязательно? Да, он смотрит, смотрите, игрушки. Он хищно смотрит, не еще сейчас. Он хочет играть с вами. Он хочет играть? Конечно. Вань, ну давай. Он же смотрит, показывает вам на игрушки. Ой, какая прелесть. Слушайте, ну прям. Ваня. Чудесный. Браво, браво. Браво, Саша. Браво, Ваня. Давайте проэкспериментируем. На руку возьмите. Да, конечно. Подождите, я вам объясню, как. Сначала возьмете. Опа. И просто только над площадкой подержать. Над площадочкой, чтобы не дай бог не отпустить. Чтобы не полетел, я тут разгром так не устрою. Вань. Так. Ваня, Ваня, давай попробуем. Давай. Рука. Нет, нет, ну подходите, подходите ближе. И под поднушку. Давай. Поднушку. А вообще с вами клюва он может как-то? Ставьте, ставьте. С самостоятельной ручки, да, надо поставить? Да, вот так. Вань. Два. И чуть-чуть приподнимите. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Приподнимайте. Тяжелый, Саша? Нет, не сказать, что прям очень тяжелый. Но ему самому сейчас страшнее, чем мне. Тихонечко, Ваня, 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 встаем, встаем, встаем. Все хорошо. Все. Молодец. Браво, браво, Ваня, браво. Аплодисменты для Ивана. Поклон, Ванечка, поклон. Алла, ну скажите, с какими еще экзотическими животными вы работаете, кроме вот, конечно, такой красоты, кроме вот пеликанов? Дикобразы. Носухи. Дикобразы. Ну, это вот экзотика лама. Но верблюды, я не знаю, уже, по-моему, не экзотика, потому что практически... Даже по Екатеринбургу ходят в центре города, знаете, так просто гуляют. Да, да, гуляют. Так что тут раньше... У меня, знаете, такой вопрос. Делают ли с пеликанами трюки, я вижу, большой же клюв, засовывают ли как тиграм голову туда? Туда мы засовываем рыбу. Рыбу? Да, у них норма суточная, килограмм 800 грамм. Суточная норма, это значит, что у меня... А какую они рыбку едут? Вот карпиков наших ест он? Мы пробовали. Нет, они питаются морской. Коль морская птица, я думаю, что мы ему соль подсыпаем в воду морскую, и питаются морской рыбой. Но так как рыба мороженая, мы ее размораживаем в воде, чтобы все это вышло в ртути, какие-то еще там тяжелые металлы, если ее даже имеются. Ой, Ванька. Ванька, красавица. Вот, и добавки. Коль рыба мороженая, все витамины группы В отсутствуют практически. И мы чисто таблетарные, там, какие-то подкормки даем. Если мы морскую капусту... Не едят они морскую капусту. Не едят морскую капусту. Не едят. Я все думаю, может, завести дома, но не прокормлю. Мы знаем, что на гастролях в Екатеринбурге, в вашей большой церковой семье, случилось пополнение. Вас родила дикобраз Ася. Во-первых, как дела у малышей? Придумали ли имена? Будет ли среди них малыш Екатеринбург? Ты можешь еще раз повторить? Дикобраз, родила дикобраз Ася? Звучит очень красиво, да. Да, малышня, две девочки оказались у нас. Мы давали объявление на мужское и женское имя. Но, к сожалению, не к сожалению, к счастью, что девчонки, потому что мне как раз девочки нужны. И буду я искать все-таки вот альбиноска. Мама, а мне еще нужен альбинос папа, чтобы у нас рождались... Альбиносы? Да, белые, потому что доминирует мужчина. Так что нам нужен белый. Белый, срочно. Если, друзья, у вас завалялся где-то без дикобраза... Да, поищите, но вдруг... Вдруг всякое бывает. А дикобразы, они же такие, как... Ну, сложные они, а еще есть... Ну, сложные. Пуляются. Пуляются прямо? Да, так я не договорила. Когда имена там... Мы же выбрали имена. Какие? Много было всяких... Коль, индийские дикобразы, мы решили продлить эту индийскую тему. Ну, и две девочки. Зита и Гита. Сестренки. Зита и Гита. Короче, у нас Зита и Гита, да. Индийские дикобразы, две сестры, так что... Поют? Танцуют. 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 А, ну, мы знаем, что вы вообще были воздушной гимнасткой. Расскажите, когда случился вот этот момент перехода, вот, прекрасного полета под куполом, вот к этим вот прекрасным... К прекрасному полету феликанам. Да. Всему приходит конец. В общем-то, и физическим силам тоже. Когда можешь работать, ты работаешь. Но когда чувствуешь, что уже плечо вывернуто, колени тоже, и физически ты уже не тянешь эту работу. И я мужу предложила, говорю, Володь, коль ты работаешь еще в цирке, женой я пока ездить не хочу, давай мы что-нибудь приобретем. Маленькая. Кошечек, собачек. Просто обратите внимание еще раз на этого метрового красавца. Больше, чем метровый. Итак, предложили мужу взять... Да, каких-то мелких животных, потому что с крупными я даже не представляла работу. Я думаю, начну с мелких, а там видно будет, как и что. Вот, как будто протелепотировала. Звонит Тереза Васильевна Дурова, мужу. Приезжай. А он был директором коллектива «Цирка-ревью», заслуженный артист России, у него парад велосипедов, аттракцион был. И говорит, у вас в коллективе всегда мало животных. Забирай, я ухожу на пенсию. В общем, вот коллекцию, принимай. И я поехала на стажировку. В пензе я у нее стажировалась. Ой, какая женщина, царство небесное, замечательно вообще. И то, что могла передать, она мне передала как раз пеликанов, дикобразов. Один верблюд был, поньки, кошки. Вот кошек я в дальнейшем на носух поменяла. Ну, потом уже пролетело, уже, ребята, уже 15 лет, как и работа уже с животными. Это, конечно, это ерунда вообще. Цирковая жизнь на 15 лет не срок. Абсолютно. Если у нас Филатовых, 180 лет в этом году. Конечно, 180. 180 династий, это представляете, это работа. Это как-то уже генетически, наверное, заложено. Друзья, у нас, к сожалению, в эфир прямой не резиновый, а жаль. Могли бы тут и полдня поговорить. Напомним, что у нас в гостях находится Алла Сычева, дрессировщица экзотических животных. Это цирк Филатовых, который сейчас гастролирует в городе Екатеринбурге. Ну и, конечно, красавец Иван. Посмотрите на него еще раз. Прямо сейчас небольшой коммерческий перерыв. После возвращаемся в эту студию, подводим итоги нашей программы.